Сейчас выйдет с бодрой темой Дмитрий. Воротников он мой коллега. Я знаю, что бодрая тема, потому что я видел слайды. Дмитрий работает в компании Artwe. Он сейчас является менеджером по работе с ключевыми клиентами и руководит продажами. Он расскажет интересный кейс про Uber Gold и даю ему микрофон. Всем привет. Давайте начнем. Мы сегодня поговорим на основе кейса внедрения в компанию Uber Gold. Мы туда внедрили B24. Внедрили его в коробке. Спасибо, Ярослав. Как бы еще этим пользоваться? Мы внедрили туда коробку. Она там работает. Это очень круто. Но мы на самом деле про сам кейс говорить особо не будем. Мы будем говорить, наверное, про те процессы, которые мы там автоматизировали. Потому что это интересно. Это, я считаю, must-have для всех. У кого есть бизнес, у вас должны быть эти процессы автоматизированы. Частично там есть некая отраслевая специфика. Все-таки дойдем до этого. Это неважно. В общем, поехали. Так. Куда? 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 В какую сторону? Вообще туда. О, отлично. В общем, о чем, с чего стоит начать? Что любой бизнес – это прежде всего коммуникация. Я думаю, это все прекрасно понимают, да? То есть прошли времена, когда бизнес был просто бизнес и бизнес, B2B сегмент, B2C сегмент. Сейчас все равно решение принимают люди. Они и раньше его принимали. И сейчас как договоритесь, так договоритесь. Поэтому коммуникация – это важно. В современном мире коммуникации – это прям супер важно, потому что есть такая штука, как мультиканальность. То есть вы сидите сейчас кто-то там в Телеграме, кто-то в Ватсапе, кто-то в Вайбере, кто-то в соцсетях, кто-то где-то еще. И скорее всего, если вы какую-то услугу где-то ищете, возможно, вы общаетесь с человеком и коммуницируете с ним по разным каналам связи. Клиент сейчас такой, достаточно разбалован, наверное, да? И ему хочется получить ответы на свои вопросы вот здесь и сейчас. То есть он хочет, не знаю, написать в Facebook Messenger кому-то, получить ответ, дальше сделать выбор и так далее и тому подобное. Это, ну, как бы это современный мир такой, так что с этим ничего не поделаешь. И в общем и целом, если вы с этой мультиканальностью не дружите, то будет очень больно, потому что клиенты будут уходить. У меня есть на эту тему интересная история. У меня как-то знакомый покупал шины для автомобиля. И времени было там что-то 12 часов ночи. Он сидел в Facebook, наткнулся на какой-то там магазинчик, написал им, у них там была форма обратной связи, прям в Facebook. Он написал им, мол, ребят, мне нужна вот такая-то резина, вот эту вот хочу купить. Ему, естественно, не ответили. Ну, 12 часов ночи, кто ответит. Но он нашел еще один, еще один, еще один. Всем понаписывал. Один ему ответил. Ответил сразу же. Они там договорились буквально за 10 минут. Он на следующий день уже приехал, заплатил и все. Ну, то есть купил. Через неделю в первом магазине ему ответили. Написали ему в Facebook, мол, извините, у нас на складе такого нет. Но ему это уже было особо неинтересно. То есть как бы скорость и вот эта вот мультиканальность. Они, видимо, увидели, но они, наверное, на Facebook заходят достаточно нечасто, поэтому пропустили. Вот, это важно. В общем, кто такие вообще Uber Gold? Это наш клиент. Коллеги, наверное, я вроде не вижу в зале их. Ну, ладно. В общем, это наш клиент. Они рекомендованный партнер Uber. Такой вот Uber. Есть такая структура, что когда водитель там регистрируется и хочет там поработать, он регистрируется не сам. То есть он в любом случае должен прицепиться к какому-то партнеру. Потому что, я не знаю, честно говоря, почему, но, наверное, это связано с системами выплат, которые у Uber происходят. Вот. И он должен присоединиться к партнеру. И вот у Uber есть список рекомендованных партнеров. То есть тех, кому они как бы рекомендуют якобы присоединиться, чтобы вот работать с Uber в этой системе и так далее и там подобное. И Uber Gold это как раз-таки один из таких самых супер рекомендованных партнеров. У ребят, ну, очень большая сеть. То есть прям реально большая. У них, ну, как можно видеть, наверное, я отойду в сторону, чтобы было видно. У них там порядка 18 тысяч водителей, там 17 городов. На все это дело всего 4 менеджера. И куча всякой рутины. И, в общем, было больно, когда они пришли, потому что, ну, 4 менеджера, очень много водителей. Со всеми нужно как-то коммуницировать. То есть было для всего этого что? Google Docs, удобная, хорошая CRM-система, почему бы и нет. Были мессенджеры, у каждого менеджера свой. Были 17 почтовых ящиков на каждый город свой. Была обособленная телефония, которая где-то как-то вот сама по себе работала. Но, в принципе, работала, почему нет. И были бумажки. Было очень много бумажек. Прям очень много, огромное количество. Бумажки, которые клеятся, бумажки, которые не клеятся, неважно. То есть там где-то кто-то кому-то позвонил, записал, добавил, заполнил, еще что-то. Ну, то есть вот такие вот моменты. В общем, отсутствие автоматизации, по-хорошему. Вообще никакой автоматизации. Это вызывало, естественно, проблемы. Конечно. То есть проблем было много. Я выделил тут списком буквально маленькую часть. Основные вещи какие? Так как водители это ребята такие, то есть он может позвонить, он может написать, он может написать в почту, он может написать на сайт. То, а у менеджеров это все разбросано, то вот эта вся история у них была в рамках многооконности. Такой просто бесконечной многооконности. Потому что у тебя есть три мессенджера. Представим, условно, Viber, WhatsApp, Telegram. У тебя есть почта, так как четыре менеджера и 17 городов, 17 почтовых ящиков, это означает, что у тебя есть 17 почтовых ящиков. У тебя есть где-то Google Docs, в котором записаны там какие-то контакты, какое-то подобие CRM. Плюс у тебя есть еще телефон, еще и мобильный телефон. И вот это вот все, вся вот эта экосистема, она как-то работала, причем работала в принципе неплохо, достаточно эффективно на тот момент. Но все равно это тяжело, это объективно тяжело. Потом что еще? Ну, поиск информации. От этой многооконности на самом деле пляшет все остальное. То есть сложный поиск информации. Если водитель позвонил, написал, там что-то сказал, понять, кто это и почему он сейчас кричит, где мои деньги, например, то есть что им это уже объяснялось, это тоже довольно-таки сложно. Сложно актуализировать данные. Ну, то есть с водителями надо как-то работать. Я буду говорить водитель, 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 потому что это кейс такой. Но вы же понимаете, что водитель заменил на кого-нибудь другого, и в принципе все будет то же самое. С ним надо работать, надо актуализировать информацию, надо там какие-то реквизиты заполнить, изменить, обновить, добавить и так далее и тому подобное. И вот эта вот вся история, она превращалась просто в сущий ад, особенно учитывая бухгалтерию, которая должна все это еще проверить, подтвердить еще что-то. История общения, ну, она была, но она была в Google Docs, она была разбита, опять же, по 17 таблицам. И искать где-то там какого-нибудь Васю Пупкина, который в Саратове, например, а он переехал в Санкт-Петербург, и он тоже хочет работать в Uber дальше. Ну, это тяжело, это все очень сложно. Соответственно, неэффективная от слова вообще работа с уснувшими водителями. Ну, то есть я потом дальше расскажу, какая структура была, но вкратце, то есть логика работы водителя Uber. Это либо постоянный доход, либо тебе нужны деньги, ты идешь работать в Uber временно, потом ты возвращаешься и не идешь работать в Uber. Либо ты не работаешь, ты просто задаешь вопросы. Ну, то есть сегмент базы на самом деле очень простой. Тройная сегментация. Вот. И уснувшие водители – это те, которые пришли, поработали, ушли и не вернулись. Ну, объективно говоря, с ними можно работать. То есть это те же самые уснувшие клиенты ваши. То есть им можно сделать там какие-нибудь e-mail рассылки, им можно какие-нибудь плюшки подарить, пряники и так далее, то есть чтобы они вернулись. Друзья, давайте. В общем, вот этот ворох проблем, он был. Потом они пришли к нам и сказали, а сделайте так, чтобы этого не было. Мы сделали, причем сделали достаточно короткий срок, ну, за достаточно короткий срок. Первое, с чего мы начали, ну, если исключить аналитику и вот это вот все, то есть как бы это, естественно, это обязательно. То есть мы проанализировали, посмотрели, ужаснулись, поплакали вместе, посидели. А потом сделали перенос базы. Тут вообще ничего не читается, да? Прикольно. Ну, ладно. Давайте будем считать, что я скрываю персональные данные пользователей таким образом. Сделали перенос базы. То есть мы ее диджитализировали и вот из всего вот этого вороха систем, в которых она была. А переносом базы я подразумеваю не только контактные данные, да, я подразумеваю еще историю общения какую-то, там, телефон, имя, какие-то сменившиеся имена, все вот это вот. Там фотографии, например, водителей, машины и так далее. Привязка автомобилей к этим водителям. Вот это все мы перенесли в B24. B24 там была коробочная. Изначально планировали облачную, но решили коробку, потому что так проще было им. Ну, то есть они хотели хранить у себя на сервере. Почему нет? Окей. Собственно, мы перенесли это все туда. Предварительно мы настроили бизнес-процесс работы с лидами, да, то есть водитель — это, грубо говоря, лид. У него есть определенные статусы, по которым он перемещается. Эти статусы позволяют чего нам сделать? Они позволяют, во-первых, распределить водителей по статусам и тем самым не видеть просто огромный ворох непонятно чего. Ну, то есть вот просто куча всего, да, то есть их можно отфильтровать, посмотреть, кто на каком статусе, где кто подвис. Условно говоря, там, мы ему отправили запрос на реквизиты, он эти реквизиты не прислал, мы не можем дальше с ним работать. Или, например, он прислал, а мы их почему-то не утвердили. Ну, почему нет? То есть это, на самом деле, такие базовые вещи, базовые бизнес-процессы, которые мы быстренько-быстренько-быстренько внедрили. И они начали работать, они у ребят уже были, но просто не были оцифрованы, грубо говоря. Раньше происходила серия, что я отправлю ему реквизиты, вау, да, круто, я получил реквизиты от водителя, я пойду в бухгалтерию, ой, я еще хочу попить кофе, и вот, ой, еще 25 звонков, и еще вот это, вот это, вот это, я все забыл. Вот, соответственно, чего еще? Проставили ответственных, ну, кстати, к слову, количество менеджеров у них не увеличилось. Ну, то есть было 4, 4 осталось. Никого не уволили, но никого не взяли. Ну, то есть они спокойно работают в этом составе и дальше. Мы проставили ответственных, начали проставлять задачи. Вау, то есть какие-то вещи стали выполняться действительно не после того, как разъяренный водитель позвонит и начнет кричать или что-то делать. Нет, они стали выполняться до этого. Прикольно. Наверное, это можно назвать там предикативная аналитика, как-нибудь по-умному. Ну, на самом деле нет, мы просто начали ставить задачи и делать их, и отслеживать, если они не делаются. Все просто. Так, ну и сегментация базы. Там у меня была такая штука. Я уже там краем слова обмолвился о том, что по сути мы разделили их на три сегмента, которые с нами еще не работают, которые с нами работают, которые уже с нами не работают. Разделив на эти три сегмента, мы смогли мало того, что как-то автоматизировать работу с каким-то сегментом. Ну, то есть те, кто с нами еще не работают, это те, с кем мы вообще не коммуницировали. Там у них была история, что Uber им сам передавал лиды. То есть они искали, там формы на сайте работали и все остальное. А еще Uber им сам передавал лиды. И вот они с этими лидами, собственно, работали никак вообще. Ну, то есть там, возможно, когда-нибудь мы ему позвоним. Вот. Начали работать. Прикольно. То есть водителей стало больше. Они стали довольны. Потому что мы стали работать с теми, кто уже с нами работает. Мы начали им как-то оперативно их информировать о какой-то информации, о каких-то изменениях, акциях, еще о чем-то. Ну, это круто, это здорово, это вау, ничего себе приятно. На самом деле так и должно быть. И есть те, кто с нами уже не работают. Это история на будущее. Мы ее еще пока не начинали. Так, ну и самая, да, самая-то вишенка на торте. Омниканальность. Почему омниканальность, а не мультиканальность? Есть разница. Мультиканальность, когда мы просто все каналы коммуникации объединим в рамках единого окна. Мы это уже сделали. Прямо с самого начала. А омниканальность, это когда мы получаем возможность еще с клиентом общаться, переходя из одного канала в другой канал, в третий канал, в четвертый, и не теряя при этом нить общения. То есть, условно говоря, я написал кому-то из вас там в Телеграме, в какую-то компанию, мне ответили, я перешел там, не знаю, в Facebook, написал, там продолжил общаться. Ну, вот такой вот я человек странный. Продолжил общаться там, мне снова ответили уже дальше. Я потом продолжил общаться у вас в чате с консультантом на сайте. Мне снова продолжают отвечать. И прикольно, я уже сменил там три платформы, а все равно общались с вами на одну тему. Здорово. Вот, мы чего сделали? Телефония, форумы, мессенджеры. Да, это быстро, это легко. То есть, это мы внедрили, мы подключили им Телеграм-бота, который позволял принимать заявки, отвечать на базовые вопросы. И первое, самое важное, он просто начал хотя бы определять город водителя. То есть, он просто задает вопросы, с какого ты города друг, тот ему отвечает, он это понимает и распределяет их, соответственно, на того менеджера, который отвечает за этот город. Да, мы сегментировали базу по городам, по менеджерам. Соответственно, в Битриксе к этому менеджеру прикрепляется либо новый лид, либо там оповещение, либо просто диалог уходит к нему, и он его соединяет. Это все работает умниканально, потому что менеджер в Битрикс24 сидит, и прямо вот он никуда не выходит, у него нет 26 вот этих мессенджеров. У него просто новый диалог появился, он в нем начинает писать, а человек приходит это в Телеграм, это прикольно. Форумы на сайте работают также абсолютно. Телефония, мы ее завели в Б24, там и в Air телефония, там такая очень сложная структура была, но сделали здорово, водитель звонит, мы видим, кто это, выскакивает карточка. Для них это прям must-have обязательно, потому что номер они обычно не меняют, водители, но телефония вообще очень хорошо спасает. То есть, можно понять, кто это, эта карточка выскочит у того менеджера, который за него отвечает, он еще историю успеет посмотреть, пока трубку не снимет. Ну, хорошо, удобно. И самая важная, почта. Вот это был самый большой просто ужас, лютый, вот эти вот 17 почтовых ящиков, 60 тысяч писем, но мы ее проинтегрировали, разделили по городам, опять же, сделали привязку к менеджерам, и они работают из одного окна Битрикса. Мы добавили туда роботов, которые на себя вот эту вот рутину забрали. Ну, то есть, условно, если ты переходишь с одной стадии лида на другую стадию лида, есть определенные моменты, которые ты должен сделать, будучи водителем Uber. То есть, там, отправил реквизиты, ты должен отправить еще что-то, договор и так далее. Обычно, ну, до этого все это происходило как? Они это руками делали, то есть рассылали письма руками. Ну, естественно, копировали, но рассылали. И это не очень круто, это долго и муторно. В общем, мы добавили роботов, они автоматически эти письма при переходе рассылают пользователям. Ну, хорошо, классно, нагрузка вообще упала неплохо так. Это можно было видеть по вот этим вот графикам нагрузки по менеджерам, которые добавились. То есть, появилась даже какая-то базовая аналитика. Вау, класс. В итоге стало вот так. Почему стало вот так на двух колесах, а не на четырех? Потому что это еще только первый такой релиз, грубо говоря. То есть, мы еще будем добавлять всякие интересные плюшки. То есть, роботы взяли на себя рутину, круто, это мы сделали. Поиск информации стал проще, да, потому что в битриксе это действительно проще. Ну, и время, и эффективность повысилась. Ну, эффективность, я надеюсь, что повысилась. У нас еще нет метрик. Это мои расчеты. Может быть, не в три, может быть, в два. Ну, во сколько-то повысилось точно, я уверен. Не знаю, во сколько. Чего дальше будем делать? Дальше будем добавлять больше автоматизации, больше данных за счет интеграции с другими системами, за счет интеграции с внешними сервисами. А за счет этого мы еще и подключим серию маркетинг. То есть, мы будем отправлять водителям всякие приятные плюшки из серии. Друг, мы видели, что два года назад, 23 февраля, ты работал. Вау, может, тебе не нравится этот праздник. Давай ты поработаешь еще. Мы тебе дадим скидку какую-нибудь на процент за обналичку. Или что-нибудь из серии. И там, скоро праздники, приходи к нам работать, заработаешь на классный подарок. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи. Я сейчас говорю поверхностно, то есть, есть глубинные вещи. Можно увидеть, что человек там каждый год 31 числа идет с друзьями в баню, а потом выходит работать в Uber, например, на следующий день. Ну, почему нет? То есть, вот эти вещи позволяют отслеживать именно серый маркетинг. Он позволяет это сегментировать. То есть, внешняя система отслеживает. Мы это сегментируем и делаем e-mail рассылку, рассылку в мессенджеры, рассылку там куда-нибудь еще, куда угодно, в принципе. Вот. И тадам! Неудивительно, что главный вопрос, кто, Дмитрий, ваш любимый актер? Спрашивали, спрашивали, да. Из какого фильма Стэтхэм в слайдах? Сейчас я дам микрофон. Хорошо. Да, Стэтхэм переводчик ответ. Был вопрос по поводу того, как ты начал рассказывать про омниканалы, мультиканалы. Был вопрос. Если менеджер общается между собой в мессенджерах, можно ли всю эту историю завернуть… Раз, раз, отлично. Можно ли эту историю завернуть на Bitrix24? То есть, имеется, наверное, живая лена, чат, либо какие-то каналы. Можно ли ботов добавить? Об этом немножко расскажи. Да, можно. И я считаю, что, на самом деле, не уверен, что нужно, но вообще можно. Можно использовать тот же самый механизм открытых линий Bitrix для того, чтобы общаться в чатиках. Ну, вообще, на самом деле, я не понимаю, зачем. Это нелогично, потому что внутри B24 есть собственный чатик, и он, собственно, прекрасно работает. Из мобильного приложения отовсюду. Ну, если прям очень хочется поизвращаться, ну, да, окей, можно завести двух чат-ботов, поставить интеграцию с открытыми линиями двух менеджеров, чтобы они писали… То есть, если вопрос именно в том, что они личные, личные используют? Я, может, не понял вопрос, да? Используют личные мессенджеры для общения с клиентами. То есть, свои учетные записи, личные, персональные, грубо говоря. То есть, ну, такое много, мне кажется, где со скайпом, с ватсапом. Соответственно, возможно ли как-то это учесть, чтобы они ушли от использования своих мобилов, грубо говоря, к тому, чтобы это системно в Bitrix было? То есть, они могут отвечать в мобильном Bitrix 24, например? Не-не-не, подожди, я понял вопрос. То есть, логика в том, что они пользуются своими учетками в мессенджерах для того, чтобы коммуницировать с клиентом. Окей, круто, да, почему нет? Открытые линии позволяют завести всю эту историю. По крайней мере, ватсап, вайбер нет. Там больно сейчас очень с этим, потому что у ватсапа открытого API нет, а у вайбера оно закрыто оказалось буквально неделю назад. Но Telegram, Skype, почему нет, можно, в принципе, это сделать. Но это такое, это нестандартное использование этого функционала. То есть, по-хорошему, должен быть аккаунт корпоративный, аккаунт компании, с которым идет сообщение. Если у вас уже так сложилось, и прям вот огромный объем клиентов какой-то под это дело, ну, окей, это дописывать нужно, перепиливать немножко открытые линии. В принципе, можно, но неправильно. Есть ли еще вопросы? Вопрос про то, можно ли сделать похожую ситуацию с телефоней. Теоретически, да, но смотрите, как это должно работать. То есть, мобильные телефоны ваших сотрудников подключить там в единую систему и отслеживать их звонки, нет. Так нельзя, это нехорошо, неправильно. Но можно, используя IP-телефонию, завести просто им тот же самый IP-телефон на мобильнике, который также через приложение работает, просто через ваш сервер идет поток данных, и вы оттуда получаете всю эту информацию. Ну, почему нет? То есть, пришел на работу, общайся вот через приложение. Ну, по-хорошему, качество связи, наверное, не сильно будет страдать. Я перед этим по-другому задам вопрос. Можно ли, используя бизнес-процессы, сделать то разветвление, о котором вы говорили, Дмитрий, роутинг по городам, например, да, по менеджерам разделения, или если у нас привязаны клиенты, можно ли их передрисовывать, например, на их телефоны? Да, почему нет? Это разница какая? Никакой. Мы не знаем, поэтому спрашиваем. Можно, правильно? Разница никакой, да, можно. Можно, можно. Есть еще вопросы? Да, сейчас микрофон. В числе мессенджеров, которые вы подключали в неканальную систему, есть ватсап? Нет, ватсапа нет и не будет, пока они не дадут открытые API. Спасибо. Ну, можно, конечно, на самом деле, теоретически можно, можно это сделать. Есть возможность просто парсить из диалогов информацию. Дима сейчас учит плохому. На самом деле официально нельзя, API нет, поэтому… Ладно, официально нельзя. Вы можете как-то неофициально это сделать, но это можно сделать, ну, неофициально. Да, поэтому мы это рекомендовать не можем. Есть ли другие вопросы еще? Хорошо, Дима тоже не уходит. Спасибо, Дмитрию. Благодарим. Да, всем спасибо. Круто. Спасибо.